Подарки от кремлёвского военторга разрываются на востоке Украины в течение последних трёх лет. Побольше и пострашней. Этого правила Кремль придерживается не только на поле боя, но и в информационной войне. Хотим всех обмануть. Все три года Киселёв ТВ и его последователи буквально бомбардируют мозги своих зрителей ядерными фейками. Представители силовых структур, хунты. Планам карателей помешало наступление оболченцев. Это что, это не фашисты? Лексикон среднестатистического зрителя российского зомбоящика пополнился не только новыми словами. Их воображения взорвали просто немыслимые по своей сути сюжеты. Взяли ребёнка, трёх лет мальчика, маленького, трусика в футболке, как Иисуса, на доску гавленя, прибыли. Эта история стала классикой российской пропаганды. С мыслью о ней рвутся в бой наёмники. Посмотрел, когда в Славянске, то фашисты пробивали на стенде ребёнка. И всё, на следующий день пошёл его получение. На голову не налазит. Как в такое можно поверить? Да просто. Если каждый день по центральным телеканалам показывают такое. Проект Украина задумывался как антироссия. То есть против всего русского. Отдельной главой в Библии российской пропаганды стоят многочисленные ток-шоу. Благодаря им появилось множество экспертов по вопросам хунты. Вот вы, например, знали, что оказывается... Заселяют Одессу, Херсон, Николаев, заселяют другие регионы. Вывозят крестьян из Галичины и завозят по региону, выдавая им должности в управлении, учителей или ещё что-то. Они должны украинизировать. Они должны ненавидеть русских. Закон про мову нервно курит в сторонке по сравнению с такими поистине сталинскими методами. И на сегодняшний день быть патриотом страны, это нужно ненавидеть. Русскую культуру, русских, православную веру. Обычного притеснения людей пропагандистам показалось мало. Под раздачу попали даже сказочные герои. Знаете, что сегодня в Украине, мы как раз сегодня с коллегой обсуждали, уже пытаются отменить Новый год, чтобы не было Деда Мороза. То есть у нас Санта-Клаус и Святой Николай Николай, потому что русский Дед Мороз. Да что там Дед Мороз? Птицы, и те должны опасаться за свою жизнь. Маленьким деткам в третьем-четвертом классе учителя предлагают на уроке природоведения кормить синичек, потому что они желто-синие, украинские птицы, и всячески избегать поддержки, а еще лучше охотиться на снегирей, потому что снегирь – это птица, символизирующая клятву России. А беспокоенность безызвестного эксперта можно понять. Ведь весь мир видел, как обошлись с человеком, который тоже поддерживал неугодных хунте-птиц. Что плохого, что я поддерживал? Скажите. Что вы поддерживали? Что я поддерживал этих страусов. Что плохого в этом? С чемоданом на выход. И это еще гуманно. Сложно выяснить, в какой момент снегирь вдруг стал символом России. Если уж говорить об окрасе, то скорее он напоминает цвета правого сектора. И тут у бандеровцев не должно быть никакой неприязни. Красно-черный флаг националистов. Такая символика здесь популярнее, чем государственная. Сюжет в программе самого Дмитрия Киселева. Там же не врут. Черно-красное – полотнище, всегда вдохновлявшее бандеровцев. Слава батькам! Слава батькам! Так красно-черный – это плохо, потому что символ Бандеры? Или хорошо, потому что русский снегирь? Вопрос знатокам. Ну, во-первых, дам, 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 что там. Ну, о какой логике может идти речь, когда мы смотрим российское ТВ? Главное – мысль передали. Украинские власти со следующего учебного года отменяют в украинских школах два курса. Это курс мировой литературы – его не будет. И курс мировой истории – его тоже не будет. Это продолжение идеологии, связанной с выкорчевыванием всего того, что является нашей общей историей. А теперь на секундочку перенесемся в маленькую уральскую школу. Лекция в рамках урока патриотического воспитания. Некий Иван Васильевич знакомит детей с примерами мировой агрессии. А единственного мальчика, три годика, гвоздями прибили к доску. И когда мальчик умер, бронетранспортером зацепили женщину, таскали по всем улицам. Несколько месяцев дождик не мог смыть кровь женщин и мамы. У детей слезы на глазах. А вот тот самый Славянск. Съемка журналиста «Новой газеты» на следующий день после выхода сенсационного сюжета. В кадре люди, которые в маленьком городке знают все и всегда. Не было такого. Это в соследствии. Нет, никто не может быть. Вы ни от кого это не слышали? Нет, вообще речи не. Если бы на площади не было, то мы бы знали, мы недалеко живем, тут бы вся округа знала. Так кто же говорит правду? Жители Славянска или Уральский лектор? Ну, во-первых, да, 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 Амстердам. В дальнейшем бойцы Киселевского фронта учли ошибку. И на все эфиры приводили свидетелей зверств хунты. У нас есть свидетель преступлений киевской армии в студии. Расскажите, что вы видели своими глазами. Я из города Луганска. Конечно, я очень много в чего насмотрелась на ихние... Извините, тяжело говорить. Видно их неиздевательство над людьми, над женщинами, над подростками. Когда 14-летнюю девочку избивают до полусмерти, обвиняют ее в том, что ее отец в ополчении на глазах у отца насилуют. Нет, мало. Нужно жестче. Я вот своими глазами видела, когда подругу мою насиловали на глазах у ее мужа, а потом его же расстреляли на наших глазах. Странным образом эта девушка постоянно оказывалась там, где кого-то насилуют. Своими глазами видела... Я вам приведу небольшие примеры, где я сам лично был, Нижняя Крынка. Когда насиловали 12-летних детей со связанными руками. Со связанными руками и их просто-напросто зарывали. Жаль, что глазами фотографировать нельзя, иначе столько фактов насобиралось бы. Вся молодежь изнасилована, головы отрублены. Это все было... Сына глазами видела. А вот печально известный блогер Константин Долгов из квази-ТНР на заре своей публичной карьеры. В Краматорске там есть блокпост, который просто невозможно проехать даже гражданскому населению. У стариков отпирают десяток яиц. Женщину 47 лет. Эпилептический припадок случился во время изнасилования на этом блокпосту. Отволокли автобус. Наблюдал за этим. Являясь личным блогером товарища Захарченко из квази-ДНР, господин Долгов очень много знает о том, как люди боятся прихода карателей. Они в страшном сне видят, что придут ухры. Вот этот желто-голубой флаг, не дай бог, над Донецкой мэрией взовьется. А все почему? Да вот ответ от создателей распятого мальчика телеканала «Россия-24». Криминальный триллер «Рабы». Сложив мозаику из услышанных обрывков разговоров украинских солдат, они ужаснулись той участи, которая, возможно, им была уготована. Задавали им вопросы местные жители. Ну зачем? Почему вы? За что вы воюете? Нам пообещали клапты к земле и два рупа. А для тех, кого в рабы не возьмут, российские пропагандисты тоже придумали применение. Украина сегодня – это такая калька с Германии 30-40-х годов прошлого столетия. В фангеле будет еще одно подтверждение – это запуск очередных фильтрационных лагерей. Сюжет 2014 года. Прошло три года, а до сих пор никто не знает, где они находятся. Нашлись веселые истории и в журнале «Крым наш». Полуостров-то, оказывается, не только фигурально вернулся в родную гавань. Крым становится ближе к родной стране. В геологическом плане ученые установили, что полуостров движется на северо-восток. Крым смещается вместе с литосферной плитой, на которой расположен. Они же уточнили скорость – почти 3 мм в год. Вы думаете, только Крым магнитом тянет к матушке России? Например, Курильские острова со скоростью 18 мм в год приближаются к Сахалину. То есть, в принципе, все спорные территории движутся к РФ. И эти тектонические движения, кстати, несут выгоду. За счет них площадь России за последние два года увеличилась на 4,5 квадратных километра. Пропагандисты хорошенько поживились и на трагедии в Одесском доме профсоюзов. Вот где благодатная почва для создания образа карателей. Трагедия в Одессе 2 мая, когда в результате пожара в доме профсоюзов погибли десятки человек – провокация Киева. Но одного факта трагедии им оказалось мало. Она начала обрастать жуткими мифами. Я могу вам сказать, что сейчас все больше и больше открывается. И сейчас есть информация, мы сейчас занимаемся сбором информации для того, чтобы передавать в международные организации. Есть факты о каннибализме в доме профсоюзов. То есть там есть слова, когда человек говорит «здесь едят человечину». Подтверждение – вот это непонятное видео. Дома профсоюзов! Дома профсоюзов! Я думала, я думала, я думала, я думала. Где именно оно снято, кем и кто в кадре идентифицировать невозможно. Как удобно. Теперь придется поверить, что это дом профсоюзов. Вот подбегает человек с салфетками. Обратите внимание. Зачем там ему салфетки? Но зашквар не считается, если в Заварушке не пострадали духовные скрепы. Российский журналист провел расследование и нашел. Последнее, что помню, как батюшки руки отрубили. Простите, а за что? Он стоял с крестом, говорил, что вы делаете. А они отрубили ему руки. Они нашли следов, потому что каннибалы уничтожили все доказательства. Мне понравилось. Заметьте, фамилия журналиста, создавшего эту историю – Киселев. Совпадение? Не думаю. Ляпнуть как можно больший бред в эфире стало своеобразной эстафетой. Семьи, проживающие в Донецкой области, стали получать посылки с отрезанными головами своих родных. В штабе провозглашенной республики подтвердили – все убиты – это ополченцы, которые попали в плен к боевикам правого сектора. Приезжают, кстати, к нам из России добровольцы. Вы тоже либо профессиональные военные, либо мальчики после института, но со светлыми глазами, глазами Иисуса Христа. В концентрированных дозах такие новости наносят непоправимый ущерб психике. Я, например, американские вертолеты видела сама лично. Прямо американские? Да. А как вы отличили, что они американские? Ну, смотрю по телевизору, какие там, какие здесь. И корова говорит, она мне как слышала. Корова плакала. Все показанное нами сегодня – лишь малая часть того бреда, что льется с российских экранов уже три года. Мы не изменяли баланс, просто нарезали нечто для общего представления. Они создали новый вид развлечения – эпатажная ложь. Мыслишка это кого-то согревает. И можно было бы посмеяться, если бы из-за всех бредней, которые озвучивают на российском ТВ, не погибали люди. Поэтому крови на руках пропагандистов не меньше, чем у террористов.